Дорога прибыла, скажите, с прошлой лекцией. Сохранясь на случай. А знаменование того, что мы начинаем. А мы действительно начинаем последнюю лекцию, или, может быть, даже не полную лекцию, а примерно половинку. Некоторый сюжет, который я бы вам хотел сказать в завершении этого семестра, касается и у многочленов, и линейной алгебры. Значит, сюжет называется «О результатах и дискриминантах». Вот мы с вами изучали многочлены. Мы с вами изучали многочлены, и мы, в частности, умеем отвечать на следующий вопрос. А есть ли у двух многочленов, скажем, общий корень? Допустим, вот у нас заданы два многочлена над... Ну, будем считать, что над полем. Два многочлена, которые я обозначу... Вот их обозначу. Я обозначу АТ и ВАТ. Они принадлежат кольцу многочлена с коэффициентами в поле К. Да, покажут К какое-то проигольное поле, или, может быть, даже какое-нибудь кольцо, почему бы нет. Вот. И мы пытаемся выяснить, есть ли у этих двух многочленов, например, общий корень. Один вопрос. Вот. Или другой вопрос, чуть более общий. А есть ли какой-нибудь многочлен, на который и А и В делятся одновременно? То есть, значит, вопрос. Первый. Есть ли у А и В общий корень? Вопрос 2, более общий. Найти такой многочлен B от Т, что А от Т делится на Д от Т, и Б от Т тоже делится на Д от Т. То есть, что А от Т есть Д от Т на Д от Т, А от Т. Так, сейчас, давайте это будет не Б, а наоборот. Сейчас, я не понимаю, почему. Желательно Д от Т, чтобы не был константы, потому что все многочлены делятся на константы. Это неинтересно. А вот если есть такой многочлен Д от Т от Т, что его сигнал больше нуля, и при этом А и В на него делятся, это уже немножко интереснее. Ну, понятно, что если общий корень есть, то и общий множественный есть. А обратное верно, ну, например, на алгебраичном замкнутом поле, когда любой многочлен имеет корень. А обратное, то есть на произвольном поле вы с второго первое, в принципе, можете не следовать. Допустим, что если у вас есть многочлен, ну, скажем, А, это, не знаю, X квадрат плюс 1 на X квадрат плюс 2, B это, ну, Т. T квадрат плюс 1 на T квадрат плюс 3, то, понятно, корней вещественных ни у одного, ни у другого многочлена нет, а общий множественный вот он. Ну, ладно, в общем, это некоторые издержки, связанные с работой с нелагебрячными запытами поля. Ну, вот, а, значит, как мы умеем отвечать на второй вопрос? Ну, на самом деле, этого мы научились уже на одной из первых лекций. Да, значит, если у вас есть общий делитель, то, значит, и наибольший общий делитель этих двух многочленов, он не константа. То есть, наибольший общий делитель, он делится на любой общий делитель, значит, делится на D, значит, нот А и В не константа. Значит, мы можем найти нот А и В с помощью алгоритма Эвклида. Ну, вот, а... Ну, алгоритм Эвклида это такая некая процедура. Надо там один многочлен делить на другой с остатком и так далее. Ну, вот, а как-нибудь было бы здорово, так вот, смотрите, коэффициент этих многочленов, внимательно, и без проведения такой процедуры сказать, а вот у них есть, например, общий поле. Или наоборот, нет. Ну, вот, а на самом деле вот как раз для этого и нужен такой объект, который называется результатом двух многочленов. Значит, мы на самом деле весь этот семестр занимались тем, что решали линейное уравнение. в первой половине курса мы решали линейное уравнение над, допустим, ну, мы решали линейное, скажем, диапантовое уравнение с коэффициентом целых числа, да, или с коэффициентом какому-то произвольному, скажем, евклидовому, так сказать, коэффициент главных идеалов. Ну, вот, а во второй части мы решали линейное уравнение над полями, и там у нас был метод Гаусса, который тоже решает систему линейных уравнений. И, в общем-то, я думаю, что многие заметили сходство между этими процедурами, и некоторое сходство, оно было описано в последних моих двух лекциях, в которых мы изучали модули над произвольными кольцами главных идеалов. Вот. Ну, на самом деле, это подсказывает нам, что, может быть, можно устроить какому-нибудь средствами линии алгебры, можно устроить какую-нибудь такую штуку, которая говорила бы, есть ли у многочленов общий корень не есть. Ну, давайте действительно подумаем, как это можно было бы сделать. Ну, пускай у нас как свести вопрос о наличии у многочленов общего корня или общего художителя, так как вообще говоря, к решению некоторой системы линейных уравнений. ну, давайте действительно скажем такую вещь. Пускай у нас нам известна степень совершенно по А и Б. Значит, пускай пусть степень А равна Н, степень В равна Н. и пускай А от Т есть АН Т в Н плюс АН-1 ВН-1 плюс А0 плюс А1 Т плюс А0 АБ от Т ну, соответственно, имеют коэффициенты БНТ БМ-1 и так далее БНО. Ну вот, мы можем сказать, что такие вот многочлены живут в некоторых конечномерных пространствах, размера с которых равняется Н плюс Единица и Н плюс Единица, да? Соответственно, А живет в пространстве многочленов степени не выше Н3, а Б живет в пространстве многочленов степени не выше Н. И теперь давайте представим, что у нас наши многочлены имеют общий множитель. Значит, пусть у А1 есть общий множитель диагностики. Ну, мы знаем, что это то же самое, что наличие такой... не, не так скажу. Мы знаем, что тогда, скажем, А представляется в виде D умножить на Q, B представляется в виде D умножить на P, где можно выбрать такие коль P, что степени будут следующими. Степени ... коль скоро степень D больше, нуля, то степень Q будет строго меньше степени А. И, соответственно, степень P будет строго меньше, чем степень B. То есть, степень P строго меньше, чем M, степень Q строго меньше, чем N. Ну вот, а теперь давайте рассмотрим такую штуку. Давайте помножим многочлен А на P умножим B на минус Q. И сложим. Должно получиться 0. Значит, А от P на P от P плюс B от P на Q от P ну, как раз минус B от P на Q от P равняется 0. Где степень A меньше, чем M, здесь это наоборот, степень P меньше, чем M, степень Q меньше, чем M. Итак, у многочленов есть общий множитель, тогда и только тогда, когда существуют такие многочлены P и Q, что A T умножить на P от T минус B от T умножить на Q от T равняется 0. Сейчас, мне этот минус не нравится, давайте я его уберу, а здесь напишу напишу это, допустим, место это будет сюда. Приятнее, когда здесь комбинация 2A+. Итак, у многочленов есть общий множитель, тогда и только тогда, когда есть такие многочлены P и Q, что линейная комбинация A такая вот обращается в 0, и при этом степень P строго меньше, чем M, и степень Q строго меньше, чем F. Соответственно, что можно сказать про степени вот этих многочленов? То есть степень суммы. Ну, то есть степень, например, каждого слабаемого. степень A от T B от T меньше, чем M плюс N. То есть меньше, либо равна, чем N плюс N минус 1. И степень B от T U от T меньше, либо равна, чем N плюс N минус 1. Ну вот. То есть мы, на самом деле, можем сказать следующее. Давайте рассматривать всевозможные многочлены P и Q степень P меньше M и степень Q меньше N. И давайте для каждого из них рассматривать такую линейную комбинацию. Если она для какой-то пары многочленов P и Q будет равна нулю, то все, мы победили. у нас наши многочлены A и B имеют общую множество. Таким образом, у нас имеется отображение из у нас имеется следующее отображение паре P мы сопоставляем пару мы сопоставляем наоборот многочлен A P плюс B давайте посмотрим, где живет многочлен P. Он живет в пространстве многочленов степени меньше чем M то есть мы можем сказать, что степень P меньше либо равна чем M-1 степень P меньше либо равна чем M-1 значит такое отображение мы можем рассмотреть это отображение как отображение из пары из прямой суммы пространства KT степени меньше либо равной чем M-1 плюс KT степени меньше либо равной чем M-1 в пространство многочленов степени меньше либо равной чем M-1 M-1 K от T M плюс M минус единиц и эта формула говорит нам, что отображение это будет линейным здесь написано пространство какой размерности M-1 ну вот вот эта прямая сумма какая размерности M-1 действительно такое пространство многочленов степени не выше M-1 имеет размерность M потому что у нас коэффициенты многочленов начинаются с нулевого у нас у многочленов есть свободный член который тоже добавляет одну размерность то есть это пространство имеет размерность M это пространство имеет размерность M а это пространство имеет размерность M плюс M отлично это значит, что это на самом деле линейный оператор ну или мы можем сказать что это просто линейное отображение из этого пространства V ну коль скоро у нас это линейное отображение давайте запишем его матрицу ну а базис этих пространств мы выберем самые что ли на есть простые 1t и далее t в m-1 это базис вот этого пространства базис вот этого пространства будет издаваться такими же одночленами 1t и квадрат n-1 ну и соответственно базис вот этого пространства будет точно таким же только здесь максимальная степень которая может входить маном это m-n-1 ну отлично давайте действительно эту эту матрицу запишем мы берем базис прямой суммы пространств базис прямой суммы пространств можно получить следующее образом давайте возьмем базис первого пространства то есть в качестве первых м базисных векторов мы возьмем базис первого пространства запятая 0 в качестве вторых n то есть в качестве базисных векторов начиная с m плюс первого и заканчивая m плюс n мы возьмем 0 запятая базисный элемент второго пространства то есть мы должны будем чтобы получить коэффициент матрицы мы должны будем понять куда переходят многочлены при таком линейном изображении переходит многочлен единица запятая 0 он переходит в а давайте этот самый многочлен а который есть элемент вот этого векторного пространства разложим по вот этому базису ну вот здесь написано разложение этого многочлена по такому базису из стандартных одночленов то есть образ первого базисного вектора будет выглядеть так а нулевое а первое а второе и так далее а давайте поймем куда переходит второй базисный вектор t запятая 0 он переходит в a умножить на t плюс b умножить на 0 то есть он переходит в a умножить на t какие будут координаты у вектора a умножить на t как элементы этого векторного пространства 0, 0, 0 да, мне правильно подсказывать что надо спуститься на единичку то есть надо взять вот этот набор из n чисел и сдвинуть его на одну позицию свободный член этот многочлен будет равен 0 линейный будет равен a0 квадратичный a и так далее и заканчиваться все будет a n да, здесь, кстати, все будут 0 ну, что будет дальше, вы и так догадались соответственно, что будет, когда мы возьмем здесь последний базисный вектор t m-1, 0 ну, мы получим эту строчку дотянутую до самого низа то есть это будет a0 а1 и так далее а n а предыдущие m-1 позиции будут заниматься нулями да, матрица размера m-n на m-n и так, мы заполнили уже первые m столбцов нашей первые что этих позиций будет m да соответственно, следующая следующая m позиция нам надо заполнить эти боесные векторы будут иметь вид p равно 0 q равно 1t т квадрат и так далее ну, всем понятно, наверное, уже что этот кусок будет точно так же, что вместо a здесь будет стоять b b0 d1 и так далее здесь будет где-то bn и это будут коэффициенты m плюс первого боесного вектора по образу m плюс первого боесного вектора при каком-то отбораже давайте мы что-ли как назовем образ второго боесного вектора выключим так же b0 b0 b1 и так далее bm ну и так дальше b0 b1 и так далее bm вот, мы получили матрицу этого линейного отображения теперь мы хотим понять, когда у когда у этого линейного отображения есть ядро, правильно? мы пытаемся понять, когда есть такая пара pq которая при линейном отображении f переходит к 0 значит, я возгождаю, что общий множитель у многочленов есть тогда и только тогда, когда ядро φ не пусто значит, а и b имеют общий множитель тогда, когда существует такая пара bq, которая переходит в 0 то есть, когда ядро φ не равно 0 но когда ядро линейного оператора не равно 0 ну тогда, когда определитель не равно 0 а матрицу этого оператора мы выписали давайте эту матрицу как-нибудь обозначим r a b она называется результатом то есть не матрица а определитель ее сейчас матрицу как-нибудь назовем φ да то есть определитель φ который мы назовем результатом многочленов а и b здесь только равна 0 то есть если наши многочлены имеют общий множитель то определитель такой вот матрицы равен 0 ну и наоборот если определитель равен 0 то у многочленов найдется общий множитель потому что тогда найдется пара многочленов p и q что ap плюс bq будет равно 0 давайте все таки давайте матрицу назовем то есть мы с вами показали следу 4 что ap i b t имеют общий саммножитель тогда когда определитель этой самой матрицы r r ab равен 0 здесь наше поле произволь следствие если наше поле алгебраически замкнуты то результат равен 0 тогда и только тогда когда а то по то и и и и и то существует такой альфа из нашего поля, что от альфа равен 0 ну вот ну здорово, то есть теперь мы можем, если у нас есть, скажем, некая программа, которая считает определители и нам даны два многочлена, то мы можем сразу написать вот такую вот матрицу сказать, имеют эти многочлены общий корень или нет ну по-моему неплохо так, а зачем это надо? ну, вы знаете, что корни многочленов бывают простые, а бывают кратные вы знаете, наверное, такой факт вот, но не знаю, мне нравится определение, которое один студент дал на экзамене, когда вы спросили, что как корень кратности k ну так, вот корень, представляешь, он обращается, второй раз, представляешь, обращается ну ладно, k плюс первый, соответственно, не обращается ну вот шутки шутками определение такое альфа называется полем многочлена p от t кратности k если если что если многочлен p от t делится на одночлен t минус альфа в степени k и при этом делится на цело и при этом остаток то есть не остаток, а наоборот частная уже не имеет корня альфа то есть альфа не является корнем частного вот альфа уже не равна ну вот ну вот но ну когда вы имели дело с разными такими полями над которыми вы можете позаниматься над анализом убрать всякие пределы r или c например то там у вас, например, было такое средство которое позволило понять есть ли у вас функции ну ну даже я на кратный корень или нет кто-нибудь скажет? производную ну да надо рассмотреть производную если скажем если у вас есть полиномиальная функция и у нее есть кратный корень то он является корнем ее производной значит это можно представить себе так что если у вас есть скажем 5 функций то там здесь два корня вообще между любыми двумя корнями на начале лежит корень производной корень производной это такая точка где касательно горизонтально ну вот а теперь представьте себе что вы эти два корня начали сближать и у вас тут получилась такая же корня кратный корень вот вы эти два корня сблизили они слиплись выведены но корень производной между ними никуда не делся это значит что ему деваться опять же некуда производной должен быть корень именно в этой точке то есть в анализе есть всякие мощные средства определение производной через предел если у вас есть корень кратный корень многочлена то кратный корень многочлена обязательно будет корнем и производной ну и наоборот значит если P альфа кратный корень P T тогда и только тогда когда альфа это корень производной которая определяется как кратный кратный это предел при Дель-Т стремящем с нулю но сами знаете с чего P Дель-Т 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 вообще можно производной сейчас мы именно этим займемся вот а ну мы бы тоже хотели такой такой инструмент иметь в случае произвольного поля не только r или c да но если у вас тут написано поле 43 элементов вы не знаете что такое что что значит в этом поле т стремится к нулю что такое вообще предел это всего вы определить не можете зато на самом деле есть действительно как нам предлагают алгебраический способ определить производ но он работает только для многочленов но нам в общем-то в алгебре больше и не надо у нас большая часть функций которые мы рассматриваем они многочленные формальные для формальных рядов тоже это может не поле может какое-нибудь кольцо можно здесь но дели сейчас надо да нет не надо и давайте рассмотрим многочлен как 3 с коэффициентами из нашего х значит чтобы определить многочлен надо сначала определить такой оператор разделенной разности что это такое давайте возьмем наш многочлен от буквы t и давайте возьмем еще такой же многочлен только от буквы не t а какой-нибудь другой буквы например от s и вычтем второй из первых это уже будет такой многочлен двух переменных то что получится вот я утверждаю что это многочлен можно как мы так вычитаем многочлены с разных колец многочленов а мы живем в а t и давайте мы то что получится многочлен от t минус многочлен от s это это совершенно не нулевой многочлен у нас t и s это совершенно разные буквы вот давайте многочлен разделим на t минус s я утверждаю что разделится на целом то есть что полученная рациональная функция снова будет многочленом от t и s значит упражнение доказать что p от t минус p от s делить делить на t минус s это многочлен ну для любого кольца а не просто рациональная функция подсказка рассмотреть случай когда ваш многочлен это 1 ману тогда здесь получится некоторое известное в школьном курсе формула сокращенного умножения значит такую штуку мы назовем разделенной разностью и будем называть dp от ds ну на самом деле если ваша буква если вместо t написать t плюс dc t а если вместо s написать t то мы получим в точности вот это определение предела здесь никакого не будет но на самом деле здесь этот многочлен на этот многочлен разлиться на вот но мы хотим вот здесь написано нечто зависящее от двух переменных а мы хотим что-то от одной переменной ну чего может быть проще давайте в качестве s подставим t то что получится назовем производной многочленов по а а а дальше можно сказать следующее что ну можно записать на самом деле явный вид этой производной это все над производным кольцом присоединиться тогда явный вид производной будет такой же как то что вы ожидали видеть выучив курсом анализ добавим а это п а t в n-1 плюс n-1 а n-1 t в n-2 плюс а1 а нуль исчезнет вот где несколько уточнений надо сказать что такое n как элемент данного кольца ну очень просто, n это сумма n штук единиц кстати, возникают забавные вещи прежде чем говорить про всякие забавные вещи давайте я расскажу про свойства производной, которые вы опять же ожидаете видеть если вы знаете только производный искусственный тонализ ну как дифференцировать сумму разности я на этом остановиться не буду, а это все у меня более интересно дифференцировать произведение двух функций есть такое правило лейбинца, которое опять же мы все знают оказывается для такого нашего хитрого определения производной правило лейбинца должен будет выполняться значит предложение правило лейбинца bq а давайте рассмотрим разделенную разность соответствующую многосвену дпфу дпфу от t и s это это что? это p от t у от t минус п от s у от s дп от s делить делить на t минус ну что нужно чтобы получить отсюда правило лейбинца нужно добавить числитель и вычесть что-нибудь типа p от s на q от t это например p от t у от t минус p от t у от s плюс p от t у от s минус p от s у от s делить на t минус а что такое? первые два слагаемых это что такое? это p от t которая здесь выносится за скобку минус разделенную то есть помножить на разделенную разность соответствующую q p от t которая выносится за скобку помножить на d q ds а что такое? второе второе два слагаемых это наоборот здесь выносится за скобку q от s и остается разделенная разность соответствующая p плюс d p t s помножить на q от s ну соответственно подставляя s равное t получаем в точности формулу дейбинца все доказательство антибище ну ладно а значит теперь расскажу про чудеса которые бывают чудеса конечно начинаются над полями характеристики отличной от нуля например давайте возьмем над таким полем характеристики p какой-нибудь многочлен у которого все маномы суть то есть все все т, которые туда входят это t в степени p t в степени 2p и так далее то есть значит пустой пусть характеристика а равна p больше нуля а значит если взять многочлен допустим а r p в степени p r и так далее плюс a в степени то есть a1 p в степени p плюс a0 да то есть это такой многочлен снова напишу многочлен от p в степени p то чему будет равна производная производная будет равна нулю потому что из каждого из этих t вылезет число коэффициент деляющийся на p вылезет как элемент нашего основного поля а этот элемент будет равен нулю то есть тогда p штрих равен нулю то есть мы видим многочлен который вовсе даже совершенно не константа а производная нулю нулю такого на поле нулевых характеристик не бывает слава богу ну а например вот есть такой наш любимый многочлен p в степени p минус t почему производная будет равна минус единичке мы видим что корней у него p штук он над zp действительно равен нулю как функция но не равен нулю как многочлен но при этом кратных корней у него нет ну поэтому с производной конечно лучше работать если характеристика вашего поля равна нулю предложение пусть характеристика поля нулевая тогда тогда альфа корень p от t в кратности r когда 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 что когда а альфа есть корень всех производных нашего многочлена до r-1 включительно p от i от альфа 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 значит так красную производную i меньше r и при этом альфа не корень r-2 производ r-2 альфа не равен ну доказательство альфа отслеживать напрямую из правил лейтинс если альфа это корень кратности r значит p от t есть t минус альфа в степени r умножить на какой-то q от t где q от альф не равно нулево значит что такое итое производное этой штуки t i это t минус альфа в степени r а а сейчас тогда конечно сумму надо писать правил лейтинца или ввести индукцию ну да давайте такое кратное правило лейтинца напишем то есть q в котором мы применили и для производного это сумма p и с g на q житая производная где g будет от 0 до до ... то есть это у нас будет первое самое которое второе это сумма от а g от 0 до i t минус альфа в степени r это жидая производная на q от t и неожидая производная ну вот соответственно при i меньше чем r просто все эти при i меньше чем r здесь всегда будет выживать нечто кратное t минус альфа в первом самомножестве соответственно альфа будет корнем каждого из слагаемых соответственно альфа будет корнем корнем и той производной нашей негативной а когда i будет равно r то здесь мы получим впервые некоторую ненулевую константу да а там c должно быть да а c должно быть да ну вот а соответственно если мы будем если у нас r если у нас r то у нас здесь rd производная от нашего многочленов есть d минус альфа умножить на что-то плюс последнее слагаемое некоторая константа умножить на q а это константа не нулевая опять же потому что характеристика в поле нашего не равна нулю если она то есть характеристика наоборот равна нулю если она не равна нулю то все может сломаться именно в этом месте значит ненулевая константа умножить на q от t подставляем сюда альфа что получается первое слагаемое обращается в ноль а второе это c умножить на q от альфа q от альфа не ноль c не ноль значит это все тоже не ноль ну ладно следствие следствие на самом деле из-за казачьего а что будет если описать не поле нулевой характеристики а любое кольцо во-первых если альфа корень умножающего на 5t кратности r то он является как минимум r минус 1 кратным корнем его производ а а а а а а а а а на вторая часть если а простой корень то есть корень кратности 1 то производная в точке альфа простой корень p t то p штрих от t p штрих от альфа уж точно не равна 0 задача проследить доказательства предположения убедиться что эти два следствия имеют место над произвольным кольцом вне зависимости от поля оно или нет вне зависимости от поля характеристики а т а а т а а а а дозвольное кольцо а а а ну ладно значит если мы получили следующее что если у нас поле наше имеет нулевую характеристику и а у нас есть кратный корень то это общий корень многочлена его производ то есть для того чтобы доказать а то есть для того чтобы выяснить имеет ли многочлен кратный корень мы можем воспользоваться это техника разработанной в первой половине моей лекции а именно мы можем найти результат многочлена его производу если результат многочлена его производа есть общий если результат многочлена и его производ係 отличие от нуля. Спасибо. Соответственно, все корни нашего многочлена простые. Такой важный объект, как результат многочленного производства, не может не иметь собственного названия. Он называется дискриминант. Д, а вот Д П это результат многочмена его производства. Значит, диарема. А Х нулевой характеристикой проявляется П от Т имеет кратный корень. Это только тогда, когда его дискриминант обращается Ну давайте, может быть... Да, значит, задачка следующая. Пускай в условиях теоремы у нас есть многочлен, у которого есть n штук корней. это все корни. Альфа-1, альфа-1. Корни ша. Тогда где-нибудь и у него есть произведение есть несколько константов умножить на произведение альфа- минус альфа-ж по и неравному жиль. То есть произведение всевозможных... Да, значит, это равенство надо понимать как такое по-коэффициентное равенство, да, то есть здесь записано нечто от коэффициента многочлена, а здесь записано некое выражение от корней, которое тоже будет симметричное. Соответственно, мы знаем, что всякое симметричное выражение от корней будет выражением от коэффициентов многочлена. В общем, это надо толковать как равенство двух выражений от коэффициентов многочлена ну или соответственно если вы хотите это если вы на правую часть посмотрите внимательно вы поймете, что в каждой паре ИЖ соответствует пара ЖИ то есть каждая пара а и минус ажитая войдет в два раза один раз со знаком плюс, другой раз со знаком минус соответственно эту штуку можно записать как С умножить на минус один в степени Н на Н минус один пополам на произведение по допустим по И больше ЖИ альфа ИТ минус альфа ЖИТ на счет квадрат понятно что происходит здесь мы суммировали по всем парам различных И и ЖИ здесь суммирование идет не суммирование наоборот здесь произведение здесь оно идет по всем парам И и ЖИ таким где допустим И больше чем Ж ну и задачка еще посчитать эту константу если помните мы такой многочлен уже рассматривали когда имели дело с симметрическими многочленами ну давайте может быть сделаем что-то что мы один раз уже делали значит пускай у нас есть квадратный трехчлен мы пытаемся найти его дискриминант и значит у нас есть x p от x ну p от t p от t это t квадратный плюс p с плюс q давайте посчитаем его дискриминант его дискриминант это результат его и его производный его производный p шкриминант t это 2t плюс p значит а результат это будет определитель какого порядка 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 результанта равен сумме степеней то есть 2 плюс n определитель 3 на 3 будет значит d от p это будет такая штука значит надо наш первый многочлен записать сюда по страхам ну или по столбцам со сдвигом столько раз какова степень второго многочлена степень второго многочлена у нас равно 1 то есть его надо записать один раз 1 p q вот а второй многочлен 2t плюс p да 2t плюс p его надо записать два раза потому что 2 это степень многочлена p значит один раз его надо записать начиная с первой позиции 2p 0 а второй раз он начиная с второй позиции 0 2p да и теперь давайте посчитаем чему равен такой определитель ну он равен p квадрат уголов в диагональ значит сейчас p квадрат плюс то есть а надо зависеть с свободного члена записывать сейчас да конечно именно поэтому мы сейчас получили бы неправильный ответ спасибо значит а начиная с свободного члена так ну давайте считать что мы начиная с свободного члена мы пишем q p 1 значит а здесь мы пишем начиная с свободного члена получаем p 2 0 и 0 p 2 да значит получается у нас да значит получается 4 q на главной диагонали а p квадрат плюс 0 да минус p квадрат а минус p квадрат а да значит а плюс p квадрат а плюс соответственно такой треугольник равен p квадрату да значит такая штука равна нулю а по обычной диагонали это 0 это 0 и минус 2p квадрат то есть а 4q минус p квадрат ну то есть точно сюда знака это то что мы привыкли называть в школьном курсе дискриминанты квадратного треугольня ну вот ну соответственно упражнение запишите дискриминант кубическому ну вообще можно можно какого-нибудь кубическому но хотя в простой форме t u плюс p а когда у такой штуки есть кратный корень ну вот ну ладно в общем такой полезный инструмент который позволяет находить находить кратный ну не который позволяет находить кратный корень а который позволяет указать истинный который различает эти корни соответственно если вы сделаете задачку вы понимаете что если два корня у нас одинаковые то соответственно эта штука обращается в ноль а если они все разные то все эти изображения будут отличные от нуля соответственно произведение тоже будет отличное от нуля ну вот ладно ну на этом наверное все все сейчас будет перерыв часов до семи а потом начнется зачет а скажите а скажем те кто сейчас есть ли такие люди у которых нет с собой каких-то листков или много ли таких ну ладно штук десять полных комплектов на делах вот тогда а могут или подать несколько скоп сейчас одна пара два сейчас можно звонить институт позитив в 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 Садись сюда ко мне. Садись сюда ко мне. Садись сюда ко мне.